Караул, караул, суки-то! Друзья, 110 килограмм, лежу на ветру, просто лежу! Картина маслом приплыли, называется. Пляжи затоплены. Ну, море плюс 15. Купания продолжаются. Йоу! Посмотрите просто, какие волны обрушиваются. Туда даже страшно подходить. Вот это мощь природы! И нету берега, ребята! Все смыло! Я лежу на ветру, ребята! Абсолютный шторм приходит в город-курорт Анапа, да и в принципе на все Черноморское побережье. Прогноз начинает сбываться. Посмотрите, что творится в Новороссийске. Туда отправились отважные кайтеры, чтобы покорять эту стихию. У меня, к сожалению, повредился мой маленький размер кайта, и я выйти в море не могу. Хотя, честно, туда очень манит. Мы сегодня находимся в одной из ротон перед Большим Утрешом, и можно увидеть, туманность стоит. Об Утреш разбиваются большущие волны. Это невероятная красота. Посмотрите, что происходит в Баларовещенской. Там люди лежат на ветру, пляжи уничтожаются волнами. И, к сожалению, я тоже не могу к ним присоединиться, потому что у меня нету кайта маленького. Они будут там катать. Надеюсь, что информация от них появится. Мы с вами поделимся этим всем в телеграм-канале. В Анапе падают деревья, в субсехе переворачиваются мусорки. То есть происходит ствошнейший апокалипсис. Называют это явление абсолютный, тотальный шторм. То, что мы сегодня увидим, и увидят Черное море, это по одним обещанием волны 7-8 метров, по другим выше 14 метров. Хотя во всех учебниках нас учили, что волны в Черном море максимальной высоты 8 метров. В Анапу волны придут в районе 5 метров. Это тоже огромная величина. Представьте себе, что это почти двухэтажный дом обрушится на побережье. Это очень страшное действие. Давайте отправимся к берегу. Вторая ротонда. Как дела обстоят здесь? Внизу мы видим секретный пляж. Ветер хорошо, что приходит боком к нему. Не под ударом стихии, но ветер будет разворачиваться. И он потом вечером придет прямиком в берег. Какова красота. Осенние краски, вот три шага. Я просто лежу, ребята. Это такие порывы. Я снял кепку, не получается, чтобы она не улетала. И можно просто лежать на ветру. Фантастика. Вид второй площадочки. Смотровой. Здесь тоже очень красивый. Юрину гору. Самый выдающийся в Анапе. И просто гладкое море. Если деревья падают уже сейчас, что же будет дальше? Это просто невообразимо. Представляете, что ветер усилится еще практически на 10 метров. А может быть и на 15. Вот это ужас нас ждет, ребятки. У нас исчезли листики потихонечку. Мы видим здесь лакшери-бухту для яхт. И ничего не угрожает. Называется это место озеро Змеиное. И защищено как раз таки Утришскими скалами. Остров и полуостров Утриш создают здесь так называемую флет-зону. Гладкое море. Поэтому здесь нету больших волн. Они приходят с той стороны и обрушиваются на остров и полуостров. Здесь же море выглядит, так сказать, притягательно. Особенно, когда вы с той стороны экранов не ощущаете ветер, который здесь продувает. Это вода не дождевая. Это волны, обрушивающиеся на берег. Приносят сюда морские воды. Сила стихии. Здесь практически нету берега, ребята. Все смыло. Посмотрите, что творится с пляжем. Камни вот эти, все валуны, вон один с ним валяются в море. Игороятно просто такая мощь. Ух, что творится в море. Вот это да, вот это стихия, вот это силища волны. Мы стоим как раз таки в том месте, где приходят самые сильные удары. Вот это мощь природы. Как жалко, что у меня нету кайта Хотелось бы, конечно, испытать Но не здесь, здесь люди катаются Но тоже довольно-таки опасно Там посмотрите, какие волны Просто невероятной высоты Это что-то нереальное Очень мощное и очень классное И очень много мусора выкину На побережье, ребятки Я сейчас снимал для телеграмма На который призываю вас подписаться Там семья приехала с детьми Их уже несколько раз было Потом, смотрите, череды, брызги прилетают Конечно, когда такая волна находит И развивается берег Это просто не передать словами А там, посмотрите, просто Какие волны обрушиваются Туда даже страшно подходить Вот это сила стихии Если это все еще усилится Я даже не могу себе представить Что же мы получим потом в сухом остатке От наших берегов Сейчас пляжей уже нету здесь Их все размыло Фу, мячик выкинуло Как это такое? Здесь температура воздуха упала До плюс 16 И машину полностью залило водой Какая-то нереальная реальность Я в восторге Я так люблю шторм Играют тут ребята со своими детьми Открыл окошко Решил чуть еще проехать дальше Посмотреть, что же там происходит Другие люди идут, как самолеты Руки расставляют Пытаются взлететь Всех свои развлечения При такой непогоде Попробуй добраться До берега моря Это видно Это джипляж Но немножко с другой стороны Обдало просто водой Вот там самые-самые сильные бугры Приходят на берег Да, конечно, красота Страшная сила Будем надеяться, что Сильных повреждений нам это не принесет Девушка лежит на ветру Загоряют люди ветер Говорит, что 22 метра показывает Потому что бывает крайне редко И будем надеяться, что Не будет ни пострадавших Ни сильных повреждений Ух, опять мне накрыло водой Киса спрятался Не буду тебя обижать Большущий, такой откормленный И еще течение, созданное этим ветром И никакое образованное Под этим мостиком Потому что поток воды Заходит сюда в Бутту Но лодочки здесь под защитой Ух, они не перевернули Их не поломало Там же в море В Африканале С этой стороны на Утриш Тоже обрушиваются волны Но они не такие большие Потому что под углом приходят Как те, которые бьют именно в середину Между островом и полуостровом Девушки идут Спину назад Практически лежат на ветру Какой-то сухогруз Стоит И птички летят На юг Сказали, ну нафиг ваш север Посмотрите вот туда Это невероятные волны Здесь они просто огромные Метра Наверное, три с половиной Вот, видите За одной Второй Хорошо, что решил пойти посмотреть Потому что здесь они были маленькие Но тут невероятно большие Очень красиво смотрится Штормящее море Особенно, когда никакой вреда не наносит То есть ветер еще усилится на 10 метров Это будет просто Обзесс Вот смотрите, какая волна Да-да Утриш действительно Наверное, одно из мощнейших мест Где стоит понаблюдать шторм Появился спутник У которого хвост загибается Обратно Потому что сносит Это прямо классно Знаете, в горку подымаешься И тебя прям пихает Иди, говорит Место силы Большого Утриша Здесь есть часовенка Маяк, памятник И сильный-сильный ветер Я сейчас за часовенку зайду И покажу вам Идеальный шторм Море на Большом Утрише Главное, чтобы не снуло Я впервые не подхожу к краю Потому что ветер порывами приходит Очень сильный И могу улететь туда Бедная наша Благовещенская Туда приходит сегодня Очень сильный угол Друзья, 110 килограмм Лежу на ветру Просто лежу Не двигаясь там Не балансирую Настолько мощный поток ветра Я даже не помню Чтоб я такого ощущал У-ху Еще решил я все-таки Вот здесь Нужно прорискнуть Посмотреть, что происходит С этой стороны Но я не один такой Видите, здесь людей Назобилось очень много Те, кто знает Утрише Я думаю, сейчас Прямо воистину Удивляться Смотрите До камней Именно до скал Доходит море И размывает берега Вот такая красота Стихии Именно С этой стороны Такой разгул стихии Понимаешь Насколько человек Вообще Песчинка И дай бог Придет волна И все И тогда Как говорится Не спасется никто Очень хочется верить В то, что не сбудется Прогноз на Те самые огромные волны Ну вот Метра три волна Заходит на берегу Хорошо, что Навстречу и шла волна Сейчас бы меня обдала Ну и сколько мусора Плывет Там вообще Что-то огромное Синее Как будто Здесь находятся сети Для моллюски Наверное Выращивают Но мы будем верить До последнего Что все-таки Вдруг пронесет И все будет хорошо Вот так Да-да Просто Еще Та-да И смотрите Какая Просто вал Стена Ёк-покорек Людей просто Обдал ладонь Еще Одно Ё-о-о-о-о Вот такие Волны Это Ха-ха Зря Представьте Что здесь будет ночью Когда ветер усилится На 30% Я не представляю Конечно Волну больше На 30% Но будет Жестко Дай бог Чтобы все выжили В этот Непогоду Опять порывы сильнейшие Покидаем Большой Утриш Посмотрите Какое облачко Красивое Висит И как хорошо В машине Ты понимаешь Когда здесь Тебе не дует Проезжаем с вами Пляж Суко Здесь Суко В самом тихо И спокойно Потому что Защищено от гор Больших сильно волн Суко тоже не должно прийти И далеко идти Чтобы не тратить время Увидеть еще и песчаные пляжи Сегодня Мы поедем дальше Заскочим с вами На Шингари Район Шингари Спускаемся к морю Здесь Видите Сейчас В Акбаму Никакого нету И получается Что доступ Свободный Барашки На воде Есть Здесь Также Сильного ветра Не ощущается Потому что Ну он дует Но не такой Как На Утришем Мы сейчас были Там машину Сносила В субцехе Также Когда ехал Тоже так Машине Не поддавала Сейчас Здесь более Менее Так Спокойно Красивая Дорога Ведущая Именно Вниз К пляжу И которые Выбрали Сегодня Шингари Тоже Довольно Таким Много Выходной День Ветер Сильный Посмотрите Повалило Вот эти Вот все Зонтики Немножко Подразрушило Вроде бы Вес Впоследствии Для Людей И что До самого Пляжа Происходит Гуляет Много Людей Здесь Ветер Боковой Сильное С течением Смотрите Отрывает Облицовку Этого Домика Там Люди Все Берегутся От ветра Вот Здесь Волны Гораздо Меньше Чем Те Которые Были Там Кстати Мангал Куда Делся Но Будет Интересно Увидеть Что Самого Пляжа Практически Нету Пришел Сильный Порыв И меня Чуть Не Сдуло Надо Быть Аккуратнее В общем На Шингари Уменьшился Только Перег И сильный Поток Вдоль Него Нахожусь В Анапе В районе Ореховой Рощи Как Развиваются Все пакеты Здесь Видно Что и падают Ветки С деревьев По самой Анапе Все больше Сообщений Об упавших Деревьях Сама Ореховая Роща Которую Надеемся Время Увидим В готовом Состоянии Пока По факту Тут работы По моему Еще на год Хотя Новые тротуары Там уже Появляются В принципе Работы ведутся Тротуарные Плитки Навезли Прямо Очень много Обещают И новых Деревьев Много Мне интересует Одно Из них Это Индаль Которые Обещают Высадить Очень красиво Цветет И плюс Миндаль Звуки Болгарки То есть Работа Кипит Даже Сейчас В такую Непогоду Подходим С вами К Кутесово Здесь Должно Быть Более Менее Все Хорошо Потому что Ветер Слизывается Он Проходит Под углом Начался Дождь Ребят Мелкий Покат Вроде В прогнозе Больших Осадков Нету Ух Ну Вот так Вот выглядит Здесь Сравнится Но Все равно Мне кажется Зрелище Завораживающее И много Людей По 40 лет Победу Спуску Идут По прогулочке А это Пляжи Туда Дальше Поры Просто Мощнейшие Очень Сильно Ну вот Видно Да Как полно Вот так Проходят Берег И на него Сильно Не набегая Поэтому Здесь Каких-то Пока Страшных Последствий Нету Но Еще Буквально 5 часов И ветер Будет Разворачиваться И бить В берег Вот тогда Будет Очень Страшно Каменные Пляжи Анапы Дальше Анапа Поворачивает И бухту Центрального Пляжа Там Принципе Тоже Защищает Сам Город Там Не Будет Ничего Такое Отправляемся Туда Дальше Как Ликвидируют Последствия Того Что Падают Деревья Перекрывают Дороги Службе В Анапе Работают Все Переведены В режим Повышенной Готовности Полная Информация Есть у нас В телеграм Канале К большому Сожалению Деревьев На одном Квартале Здесь Упало Несколько Ветки И сами Деревья Падают По всему Городу Такая Ситуация На набережной Такая прям Идиллия Гуляют Люди Небольшего Ветра И только Лишь Море Говорит О том Что там В нем Идут Катаклизмы Очень Сильные Довольно Таки Много Людей Саму Малую Бухту На пляж Высокий Берег Здесь Не приходят Сильные Волны Где там Рушатся Здесь В принципе Вода Довольно Таки Спокойная Спускаемся В самый Низ По идее Должны Быть Виндсерферы Ребята Разбирают Гидрофойл Пришли Здесь Не катать Опасненько Сейчас Тут На этих Местах Потому что Затища Ветра Это Такая Трава Тоже Печальная Народ Тусит Потихонечку Собирается Все-таки В море Паруса Готовы Но что-то У них Тут Такая Тишина Ветра Как такового Особо Нету Здесь В море И слизывается Туда Витязево Но Волничка Приходит При этом И Довольно Таки Красиво Разбивается Берег Видели Какая Красота А что Нам Еще Надо Для Красивой Картинки В Ну и Сам Пляж Можно Лежать Дышать Морем Кушать Яблочки Пить Чаечки Смотреть Вот Так Прилетел Это Здесь Камера Выжила Мы Сейчас Еще Поймаем Волну Боковая Волна Но Красиво Смотрим Как Купаются Девушки В море Будет Я думаю Что Очень Интересно Поглядеть Ну Что Друзья Анапа 2023 Год Купания Продолжаются Наших Людей Как говорится Ничем Не Остановить И Ждем Волну Формат Огонь Еще И не Одна Тут Смотрите Прям Массовое Купание В брызгах Интересно Ух Вот Это Да Для Кого Море Для Кого Купали В море Блогер Да 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 Огонь Спасибо За красивые Кадры Ух Вообще Красота Надо Вылазить Более Аккуратно Так сказать Из моря Слушай Юра Я на тебя Подписываюсь Почему Ты Всегда Ужасно Наперег Юра Блогер Да Ужасно Ужасно На берегу Я смотрю Что у нас Вообще Ужасно Что ужасно У вас Шухер На пляре Там Все забито Там Караул Караул Шухер Вы Скажите Что все хорошо Вам Вы Видео Ни разу Не смотрели Вы Видео Ни одно Там Видео Все Хорошо Или Все Плохо Нет Ты Вот Это Название Написал Для чего Чтобы Больше Людей Посмотрел Чтобы Люди Заходили Контент И все А там же Видео Все хорошо Как море Скажите Лучше Как море А у нас там Дайвцентр Приходили Нырять Ну Зовите Летом Он был Дайвцентр Я знаю Я уже давно Не погружался Девушки Летом Набирайте Приду Зовите Зовите Дайте Поснимать Йоу Вы Только Посмотрите Что Творится Ребята Отчаянные Девушки Что-то Уже Докупались Походу Вот Это Да Вот Это Море Вот Это Исполнение Как Говорится Море Плюс Пятач Вот Это Как Водичка Нормально Видим Что Нормально Фантастик Вот Такая Обстановочка На Пляже В городе Анапа Возле Первой Баньки Просто Огонь За счет Боковой Волны Здесь Гораздо Ух Прикольнее Находиться Главное Не попасть Именно Под Саму Волну Потому Что Может Смыть В море Повтор Тапочки Вон Смотрите Вон 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 Поплыли Вот так Вот Еще и тапочки Уплыли Поэтому Надо быть Всегда Аккуратным После Баньки Зайти В море Это Классно Единственное Чтобы Такие Волны Может Прям Прибить Вы Видите Как Вылетают Брызги Но Море Смотрится Просто Фантастически Туда Честно Прям Хочется Ну Что Друзья Посмотрим На Сегодняшний Шторм Как Он Выглядит Дальше В других Местах Потому Что Здесь Мы Тоже С вами Запечатлели Хочется Еще Одну Волну Чтобы Эпично Так Сюда Уйти Но Они Что Пока Не Приходят Но Мы Засняли Кадры Просто Невероятные Красоты Ух Представляете На вас Вот так Налетит Это Будет Просто Нечто Девушка Прогуливающаяся Все В купальнике Смотрится Еще Более Приятно Вот Такое Вот Море Сезон Круглый Год В городе Анапа Вас Ждет Если Вы Придете Сюда Поедем Дальше Такой Душ Из Брызг И Волн Можно Ощутить На Себя Море Бушует Не На Шутку И Очень Красивые Кадры Приносят На Волна В Баньку Можно Приходить Купаться Под Такую Музычку Попариться Компания Здесь Я смотрю Очень Веселая Классная Так что Я вам Всем Советую Друзья Мои Девушки Чуть Накрыла На память Снимает Эту Прям Мужчина Где-то Где-то Отдыхает Это Вообще Красиво По Улице Протапова Перекресток С улицы Черноморская По-моему Вот так Висит Провод Его Чуть Пометили Но По-честному Его Огромные Стволы Деревья Попадавшие Хорошо Пока Прострадавших Никто Не сообщает Только В одном Месте Придавило Машины Хочется Пожелать Удачи Всем Нашим Коммунальным Службам Которые Потом Будут Разгребать Все это Видите Везде Ветки И так По всему Городу Под Платанами Вообще Какой-то Трэш Ребята Посмотрите Все валяется Выезжаем У нас Хребенская Горькая Улица Представьте Что будет Ночью Когда Ветер Усилится Не ставьте Машины Под деревьями Это Чревато Подним Прогнозом Кстати Дают Вероятность Что дождь Будет Очень Сильным Но Я смотрел Те прогнозы Которым Я доверяю Вроде бы Сильно Большого Количества Осадка Выпасть Не должно Там Один Один И два Миллиметра Будем Надеяться Что Хотя Не затопит Один Из худших Транспортов Такой Ветер И дождь Еще И по телефону Разговаривают Это Россия Ребята На Пионерском Проспекте На Союз Но Пока Все Спокойно Ни Павших Деревьев Не Видно Ни Веток Здесь Даже Лужи Подсохнут На Берегу Тоже Более Все Нормально Почему Допустим Здесь Не так Сильно Подвергается Ветровой Нагрузке У нас Юго-западный Ветер Сейчас Продувает И он Под таким Небольшим Углом Упирается В Анапский Мыс И Собственно Вот эту Территорию До Джимате Защищает От Сильного Ветра В районе Восхода Начинает Появляться Первый Ветер Вот Мы сюда Подъезжаем Видите Первые Палки Появляются Ну и В самой Бухте Анапской Примерно Так Как на Пляже Высокий Берег Все Тихо Спокойно Можно Гулять И Наслаждаться Вот Опасен Тот Момент Когда Произойдет Сегодня Разворот Ветра В ночь Еще Смотрите Ветка Пала Все Падает Машины Ездят Поэтому Надо Вовремя Кранировать Деревья Да Вот Мы сюда Проезжаем И все Больше Веток Встречается Давайте Посмотрим Как там Дерево Упало На Пионерском Проспекте На Велодорожку Перегородило Тротуар Еще Одно Дерево Это Уже В районе Дельфинария Тоже Разломалось Подъезжаем К району Джамате И здесь Уже Деревья Падающие Гораздо Больше Разворотило Погибнут Деревья Которые Очень Плохо Держались Корнями Либо Были Гнивые Но Когда Придет Усиление Ветра Будут Гораздо Больше Разрушения Мне страшно Представить То есть Если Вот Сейчас Он Вроде Еще Не В Максимальных Пиках И Что Ж Тогда Дальше Будет Здесь Вижу Оборванные Провода Улица Морская Подсохла Но Не Полностью Видите Здесь Еще Водичка Стоит Вы Помните Сколько Ее Здесь Было И Парковка Затоплена Мы Тоже Более Лучшее Состояние Если Осадки Не Усилиться То Возможно Станет И Лучше При этом Морская Улица Уже Полностью Сухая Чтобы Брать Отсюда Воду Снова Снесли Дюны На Морской Улице Я повернул Голову И не Поверил Своим Глазам То есть Выкопали Яму И вода Видите Сюда Ушла Жесть Конечно Хана Нашим Дюнам Ребят Прям Чувствую Как Вам На юбилейном Тупике Вода Ушла И смотрите То как у нас Работают Все таки Наши службы Перекрыли Доступ К воде Именно Засыпав Проход От моря Песком На самом деле Это хорошее Орещение В принципе Сухо И хорошо Ветер Дует Очень Сильный Надо Одевать Капюшон И Врываемся Посмотрим Что творится Здесь На джемоте Сюда Подгорнули Песочек И туда Это зона Отдыха Которую Возможно Вы проходили Летом В данный момент Времени Пляжи Ребята Сидят Отдыхают Под грибком Пляжи Практически Исчезли Можете Увидеть Что море Подошел Практически К этим Строениям Там Видите Какие-то Камни Обнажило Уууу Я пляжи Вообще Не узнаю Туда Дальше Видите Где уже Упирается Море В берег Там Вообще Жуткая Картина Даже Берега Не вижу С этой Стороны Чуть-чуть Пляжей Подосталось Вот это Да Вот это Морюшко Разбушевалось Кстати Привет Наше Дорогое И посмотрите Как Метет Песок 17-20 метров Сейчас Где-то Дует Ветер Еще Где-то Часов Пять И будет Усиление Песок Смотрите Как Прилипает Мокрый К строениям И забивается Во все Щели У меня уже В глазах В ту сторону Смотреть Пытаюсь Забит Уже Полностью В рот Глаза Нос Вот так И живем Проезжаем Отель Катран Подъезжаем К речке Можипсин Смотрите Качели Погоды Плюс 13 Дождь Пошел Температура Резко Упали Поворачиваем Сюда На лазурный Берег Арочку К пляжику На речке Можипсин Часто Показываю Ну чтобы Вы сравнивали Как здесь Происходит Постоянно Обстановочка Как она Меняется Кайтеры Вещали Что Здесь Кататься Сегодня Не особо Стоит И большинство Поехало В Влаговещенску Дереев Также Падают Ветки Я помню Один Тут был У нас Шторм И здесь Очень много Деревьев Повалило И в этот раз Платаны Тоже Начали Свои Падения Смотрите Речку Перебило И вода Начала Скапливаться Здесь То есть Она Как бы Из берегов Тоже Не вышла Это все Ветром И там Я смотрю Что тоже Все Весь Пляж Затоплен Попробуем Выйти И посмотреть Что там Происходит Тут Ребята Собираются Потихонечку Кайтеры Тут покатают Такой ветер Покоряет Такой шторм Это как бы В зачет Б пошло Потому что Я такой шторм Катался Сегодня Ребята Новороссийские Влаги Сейчас здесь Будут Потихонечку Раскатывать Можемсин Все же Не сдается И здесь Еще осталось Такой узкий Проход Его потихонечку Переметает Ну и посмотрите Что здесь Происходит С пляжами Тут ветер Все равно Еще под углом Уже Пляжи Затоплены Причем Затоплены Довольно-таки Сильно Пришел на море А пляжей нет Только горы песка Представьте Если бы дюн Нигде не было Все интересует Конечно Что там В Благовеченске Происходит Ну и возможно Видите Сего У нас На дальних Пляжах Там ветер Более под прямым Углом Приходит Видите Тут река Размывает Тело пляж И сколько Мусора Выдул Легкий песок Ветер Мусор Все остается Лазурный берег Пляжи уже топит Вот она Волна Выходит Главное Чтобы на тебя И там Вся территория Пляжей Затоплена Морешко Разбушевалось Летит Мокрый песок Надеюсь Что камера Передаст Там Глазами Это выглядит Гораздо Страшнее Невероятный Цвет У моря Смотришь И душа Радуется Волна Заходит Девятый вал Как ее правильно Называть Большущая И подтапливает Постепенно Пляжики Нелицеприятная С одной стороны Картинка Но С другой стороны Чистится тело Пляжа Природой И песочек У нас От этого Становится Только лучше Я думаю Думаю Попробовать Забрать В копилку Еще один Пляж Или На этом Остановиться На сегодня Потому что Надо все равно Еще смонтировать Посмотрим Сейчас Приму решение Я сяду в машину Ветром надышался Красивых кадров Вам наснимал А вы обязательно Оставляйте комментарии И пишите Как вам Но видео Не заканчивается Ребята У нас там Еще впереди Самогонные дела Заплываем Витязево Традиционно Возле Жемчужной России Большому Сожалению Имеется Водичка Максим Мне прислал Видео Что он уже Все собрал У него Там Собираются Головы О Посмотрите Такую погоду Девчуля Прям Огонь Все Молодец Спорт Это Жизнь На самой Параллее Здесь В принципе Все Сухо И хорошо Даже Люди Ходят Что-то У них Так сказать Одежда Не совсем Подходящая Под погоду Так выглядит Параллея В районе Ориона Здесь Тоже Все Спокойно А это Тоже В сторону Море Тут У нас В принципе Подсохло Водичка Есть Но Это Уже Не Те Как Говорится Реки Которые Я показывал Во время Потопа Два Дня Назад То есть Вода Ушла Ну и Как Выглядит Сама Улица Светлая Тут Тоже Вода Ушла В принципе Все Нормально Только Листьев Много И Краснообразного Мусора Ну и Ветки Видите Валяются Там Я смотрю Что Дерево Прям Упало На Проход С левой Стороны Плох Серебристый Ну Везде Падают Сама Паралия У нас Продолжается Так же Утопать В мусорных Пакетах Ну Такое Ощущение Что Кто-то А нет Хотя Сказать Что Кто-то Подметал Стало Только Хуже Ребят Ну Прям Печально Снимать Такую Картинку Показывать Как Это Все Нелицеприятно Смотрится Жесть Просто По сладке Идем С вами То ли Ветром То ли Само Отвалилось Не знаю Там Что-то А вот Еще Один Твой Так Все-таки Ветром Отрывает Разломывает Ролета Я подхожу К морю Мне кажется Как будто Знаете Какой-то Аромат Духов Оттуда Несется Прям Вкусный Запах Может Конечно Это Из этих Чем-то Тут Парфюм Уваляется Традиционно Один в один Ничего Не меняется А море У нас Тут Дошел Что-то Дюн Дюн К ним Прибинает Еще Песочек Очень Много Мусора Конечно Везде Не Посмотришь Какие-то Свалки Бетонные Вкрапления Вода Прибывает Ветер Более Под Прямым Углом Подходит И поэтому Пляжи Здесь Топит Конкретно Вот такая Обстановка Ребята Все Что я Вижу От Видите От Пирса И пошел В эту Сторону Пляжи Затоплены До Дюн Причем Воды Пришло Очень Много Вот Как раз Такие Последствия Ветра Который Брет Прямо В дюны Для многих Картинка Такая Да ладно Что так Бывает Бывает Так Видите С той Стороны Тоже Полностью Все В воде Картина Маслом Приплыли Называется Все Что Осталось На Пляжах Оно Подмыто Картинка Просто Жуть Для многих Эта Картинка Может Стать Откровением Они Даже Не могли Представить Что Вот Так Вот Может Происходить Что Пляжи Может Затопить Море Там А Здесь Стоит Вода Открывается Второе Море Здесь Стояли Лежаки Было Очень Много Разного Благоустройства Где Вы Приходили Брали Что В аренду Пришла Стихия И При Тем Что Ветер Будет Только Усиливаться Вот Настолько Все Сейчас Выглядит Печально Все Говорит О том Что Песка Становится Все Меньше Хотя По-честному Скажу Что И в детстве Были Сильные Шторма И Они Приходили До Дюны Заходили За Дюны Тогда Никто Не Строил Гостиницы Там Это Вот Уже Впоследствии Они Справились В плавнях Где Мы Сейчас Проезжали Появлялись Как Говорится Место Просто Дорожки Сквозь Камыши К морю Огромные Так Сказать Благоустройства И Дай Бог Чтобы Не Пришли Такие Шторма Силы Тоже Не Хватило Чтобы Вода Не Ушла Туда Очень Сильно На Под Пирс Уносит Воду Вот Так Вот Примерно Выглядит И Течение Которое Можно Попасть В Неширокие Рейки С Большим Объемом Воды Нагонной Волны Которые Уходят В Обратную Сторону Морюшко Волнуется Смотрится Особенно Восле Пирса Это Очень Интересно Как Волна Разбивается О Него В Такие Шторма Купаться Очень Опасно Я Видел На пляж Фотографировать Это Было Лет 8 Назад А мне Говорят Здесь Только Что Двое Погибли Женщина За ней Бросился Мужчина И Угорь Разбила Пирс Вот Такая Сила Стихи Видите Вода Выходила Выходила В это Место Пришла Волна Принесла Еще Воды Народ Кто Не Любит Гулять На Джипах Приезжает Здесь Каждому Своем Но Мы Возвращаемся В машину С этой стороны Море Везде В Благовещенске Интересно бы Хорошее видео Посмотреть Что там Происходит Пришло время Посмотреть Что у нас Получилось С закваской На Перегон Перебродило Аромат Стоит Прям Очень Интересный До жидкости Доберемся Посмотрим Что там Руки наши Все еще Голосуют Кстати Друзья Посмотрите Какой-то Необычный Аппарат У нас Появился Здравствуйте Максим Расскажите Нам Что это Аппарат Расскажите Думаешь У нас Получится Делать Двух Перегонов Вот так Сегодня Делаем Первый Перегон То есть Часто Включил Подачу Воды У нас Пошла На Холодильник Чтобы Остывало Туда Мы Залили Литров 35 Ростки Браги Поставили На Интукционную Печь Это Что Такое Это Попугайчик Будем Смотреть Спиртуозность Я Не знаю Что Я Я Я Понял В общем У меня Получилось Где-то На Два Раза Для Браги С Двух Боч А Сколько Обычно Литров Получается С Этого Объема То есть Это У нас Двух Перегонов Литров Пять Получиться Потом Еще Разведем Литров Десять Наверное Точно Объем Блин Столько Мучиться Рад Десяти Литров Продукта Гагарин Поехали Термо Датчики Есть Такая Система Как говорится Отходов Производства Нет Абсолютно Никаких Так Вот Выглядит Уже Использованная Мезга Под деревья Потом Полностью По Участочку Разровняем Да Должно Все Насобираться Начали Мы С 16 Градусов Температура Растет У нас Поднялось 49,3 И Почли Первые Капельки Какой Здесь Стоит Аромат Я Честно Даже Не думал Что Так Может Что Это Производство Мы Собираем Спирт Из Отжима Миногада Получаем Сырье Для дальнейшего Потом продукта Завтра Будем делать Уже Именно Чайшую То есть Все Голок Хвостов Будет Натурпродукт Уже люди Писали о том Что мы Должны Попробовать Там И так Далее Но Пробовать Сейчас Ничего Не будем Потому Что Это Нельзя Пить Правильно Самое главное Собрать Спирт Отсюда С Моджи Масса И Может Будем Пропывать Может Чезду Пебе Попробовать Должен Будет Понятно Что Это Так Как Тут Перевариваем Ты В мою сторону Можешь Что Говорить Будет Хорошо Есть Продукт Брожение Нормальный Или Нет Получились Притозность Отличную Объем Бродило Хорошо То Что Надо Сделали Как Надо Это Самое Главное Вот Такие Дела Ребятки В общем Процесс Идет А Это Самое Главное У нас С прошлой Бочки Пока Я Был В море На Кайте Максим Сделал Уже 10 Литров То Здесь Должно Получить Примерно Тальше В сухом Остатке Узнаем Сколько Получится Уже В конце Побежала Причем Побежала Думаю Таки Неплохо И Медленно Медленно Вот Температура В аппарате День номер Два Бак Вылили 40 литров То что вчера Собрали Где-то еще Литров 20 Я вылил воды У нас где-то 26 в баке Было Спиртуозности Все это Разогрел До 82 градусов В колонии 75 Идет у нас Процесс Отбора Голов Голову Мы отбрали Чуть больше 600 грамм Нам отбирать Где-то Литр 200 Потому что Там было Где-то 24 килограмма Сахара Ну примерно Там по запаху Будем арендироваться Плита у нас Стоит на 1900 Делаем Короче Отбор голов Потом будем Собирать Вкусняшу Сколько чай Должно получить Я думаю Литров 5 96 градусов Мы соберем И Гадость Гадость Воняет Ну да Цитоном воняет Должно спиртом Пахнуть По идее А что же С этими головами Можно сделать Можно на растирку Пустить Он сказал Что будет растираться Вот Либо можно Рожек сделать Мангал Разводить